Всем приветики, ребятки! Вы на канале Кейтис Геймсис, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Banishers Ghosts of New Eden. Банишер с эти... там, призраки. Ай, нового Идена, ну что-то такое. Так, в прошлой серии нас с тобой наша жёнушка вон туда позвала. Мы сейчас к ней пойдём. Ой, подожди, а, на Е, на Е, я забыла. Короче, мы в прошлой серии ходили туда, там что-то лежало, по-моему, мы что-то собирали, и вот сейчас мы идём туда. Где я? Мне так холодно! Так холодно! Где я? Я немножечко убавила звучок игры. Эй, Андрея! О, боже! Немножечко убавила звучок игры. И, о, грибочки, я их не могу собирать. Я поела бы грибочков. Ладно, что грибочки не люблю. Вот, и... Рэд! Какого не может быть! Не может быть! Вот, звучок игры убавила. Надеюсь, будет получше. Потому что до этого, что-то, короче, я смотрю. Более-менее было хорошо. Я, может быть, даже добавлю. Я убавилась сильно много. Со 100 на 80% аж там звуки. Музыку. Адея, позови меня! Где я? Где я? Любовь моя, прости меня, прости! Вот, и, короче, звук-то был не очень плохой. Просто получилось так, что я читаю, и все слышно в целом. Но слышно плоховато. То есть, как-то иногда неразборчиво, где говорю я, а где говорит персонаж. Как вот в фильмах, знаешь, дешевых, когда, короче, эти оставляют. Кто озвучивает, оставляют английскую речь. И ты, короче, иногда вот слышишь, и у тебя как... Оно не мешает, но оно как-то противоречит друг другу, получается. Я здесь! Веди меня к тебе! Мистические пещеры обнаружено. Сейчас тут призраки, наверное, будут. Я же говорю. Ай-яй-яй-яй, падла! Ай-яй-яй, падла! Ага. Нормально. Сеня, здесь! Андрея, ты здесь? Вот, поэтому посмотрим с тобой, как там будет. Я не хочу, чтобы было как в дешевом фильме. Так холодно, любовь моя. Как же холодно. Я тебя нашла. Я тебя нашла. Чё, не нашла, что ли? И чё? И чё? И куда? А она же только что здесь сидела. Ну, пойдём туда тогда. Просто она здесь только что сидела. Я думала, может, туда. Край земли. Найдите Антею. Ладно. Подожди, а вон там это чё, просто так? Руари. А, это спрыгнуть. А я... А, я отсюда спрыгнула. Сейчас обратно, блин, пошла. Как в этом. В Until Dawn только что. Такая, а что здесь интересно? И такая пошла обратно, откуда пришла. Здравствуйте, женщина моя. Я здесь, любовь моя. Я здесь. Совсем без диалогов нельзя оставлять. Иначе теряется антураж. Это и правда ты. Но и нельзя делать, как в дешёвых фильмах. Поэтому вот. Здравствуй. Рэд? Нет. Да, это не... Плетики. Чё такое? Нет! Вау. И с чего? Ты со мной. Я с тобой. Иди сюда. Ну, пойдём. Так, теперь ты меня будешь водить, да? За нос. Куда захочешь. Нет, не уходили. Я здесь. Следуй за мной. А мы туда доберёмся. Там, где эти сумочки лежат. А, нет, не сумочки, но зато это припасы. Так, я всё время забываю, что на Е взаимодействие. Это так странно, что присесть на Е, протиснуться на Е, прыгнуть на Е. Всё, короче, на Е. Пробелы, это чисто у ворот. Как и в Ларри Крофт. Я думала, что на Катарелла она приседает. Я с тобой. Я здесь. Где ты? Как и в Ларри Крофт. Она, короче, на Шифт или на Катарелла, на... Ну, я думала, она приседает, а она как раз уворачивается. Куда ты пропала? Антея! Но она штамм стояла посередине. Нам туда не добраться, только в обход. Это чё такое? Это чё за факел? Непонятно. Так. Вообще ни хрена не видно. Купырь лесной. Купырь-упырь. Подожди, а это чё такое? Это туда нельзя, да? Ну, пойдём туда. Так. Вообще ни хрена не видно. Кстати, в этот раз уже не подвисать, потому что я не мешала компиляции шейдеров. И сделала это правильно. Подождала минут 10 и всё. Кажется, ты совсем без сил. Тебе нужен... Отдых. Я словно опустошена... Опустошена. Да она и так говорит, зачем ты дуешь. Не тревожься. Как я могу не тревожиться? Я потерял тебя и нашёл в таком состоянии. И ты голодна? Можно и так сказать, да? И чё, как её кормить? Что мне сделать? Сейчас скажет, отпусти меня. Библия Чарльза. Привезь его призрака. Да, и чё дальше? Сжечь её? Она ещё хранит в себе частицу его сущности. На первое время мне хватит. А для чего? Зачем? Чё-то увидеть ты хочешь? Капец у неё рука. А, ты чё? Чё за книга такая, что рука это... Библия, она же большая. Или это у неё рука такая большая, или Библия такая маленькая. Непонятно. Одну из двух определённую. Третьего не дано. О-о-о-о. Страшно я. Ты стала на мгновение. Ну и чё, чё-нибудь скажешь? Это было необходимо. Теперь мне лучше. Взгляни на себя. На нас. Понимаю. Не пойми неправильно. Я рад что ты здесь. Рад что ты вернулась. Правда. Живые не должны иметь дел с мёртвыми. Я с детства это знаю, но училась на гольком опыте. Ты никогда об этом не рассказывала, что случилось. Ну, наверное, кто-то... Наверное, кто-то из родных умер. С тех пор прошла целая вечность. Пока это не имеет значения. На тебя ты возлюблена спрашивает. Ну, это... Как, я забыла? Вот так? Да, вот так. Ты всё ещё голодна? Я ощущаю пустоту. Она будто меня наполняет. Значит, сущность Чарльза, что осталась на его библии... Чё, у неё садилась? Мне стало лучше после её поглощения, но мне нужно больше. Гораздо больше. Нам нужно поговорить о том, что случилось. Ну, после молитвенного дома. Что ты помнишь, Дуэтак? Что произошло после твоей смерти? Что ты помнишь? Помнишь, ощущение внезапности. Я только это и помню. После этого я оказалась в пустоте, вне времени. Я была потеряна. А потом услышала твой голос. Ты звал меня. И я стала искать обратный путь. Я очнулся в пещере. Меня спасла молодая женщина, которая называлась Искательницей. Назвалась ученица ведьмы, как она мне гораздо гордо заявила. Её госпожа прислала её позаботиться обо мне. Ведьмы редко показываются на глаза. Любопытно, что одна из них нам помогла. Ну, давай, так. Думаю, нам нужно вернуться в Нью-Иден. Согласна. Полагаю, чтобы освободить меня, нужно вернуть моё тело. А где оно? Я не хочу оставаться призраком. Это невыносимо. Ко мне жаль, любовь моя. Как помочь тебе? Я призрак. Ты изгнать. Я не стану изгонять тебя. Я не могу. Антея, я видел, как ты погибла. Ты не можешь просить меня об этом. Если бы я этого хотела, у тебя бы не было выбора. Но ты ведь не хочешь, правда? Сначала я должна отомстить. Увидеть своими глазами, как кошмар будет побеждён нами. А-а-а... Давай к жизни. Так нельзя. В школе ты шутила насчёт возвращения меня к жизни. Это возможно? Это возможно? Да, ритуал малого паленгенеза чрезвычайно сложный и очень опасный. Паленгенеза. Но я же не могу... Я же могу попытаться, да? Ты меня научишь, и я тебя верну. Ага, это древний ритуал. Для него нужна сущность в больших количествах. В больших. Речь о человеческих жертвах, об убийствах. Может быть, мы всё же подумаем об этом. Знаешь, если есть хоть малейший шанс тебя спасти, тебя вернуть, я хочу им воспользоваться. Это тёмная магия, Ред. Она искушает, и это опасно. Когда я думаю, что снова Маск могла бы обнять тебя, то тоже готова поддаться искушению. А-а-а... Ну вот это давай. Я могу помочь тебе вознестись? Это самое очевидное решение, но не самое простое в воплощении. Почему? Моё тело — это моя привязь, и оно всё ещё у кошмара. Там, в молитвенном доме, прежде чем я упал, могу поклясться, что она подбивала меня вернуться. Она коварно и сильна. Это будет непросто. Что же нам делать? Если хотим вернуться в Нью-Иден, сначала нужно побольше узнать о нашем враге. Чарльз сказал, кошмары не появляются без всякой причины. Да, нам предстоит разгадать эту загадку, встретиться с ведьмами, найти нужных людей и расспросить их. А потом ты поможешь мне так или иначе. Помогу. Клянусь, любовь моя. Отдохни. Тебе это сейчас нужно. Я буду рядом. Окей. Поднять вуаль, да? Что это такое? А-а-а, теперь я могу прокачивать, да? Поднять вуаль. Антея дает рейду возможность смотреть на мир через вуаль и замечать потусторонние элементы. Например, призрачные пятна и паутину. В бою Антея наносит больше урона врагам, в которых селились духи. Манифестация поднять вуаль, разблокирована после насыщения сущностью, наполняющей привязь Чарльза. Понятно. А теперь у меня есть очки, да? Командный дух. После четвертой легкой атаки антенна носит туда кулаком, игнорирующую устойчивость врагов. А-а-а. Увеличивает максимальное число порций настоев на один. Что это такое? Изгнание врага увеличивает урон от следующей мощной атаки на 20%. Ага. Беспощадность. Каждый легкий атака урон от легкой атаки возрастает на 10%. Эффект суммируется. Сброс эффекта при получении урона. А-а-а. Нужно давать вот это. Самое логичное. И, ну, наверное, вот это, наверное, не знаю. Ну и все, получается. Больше нечего нам прокачиваться. Прикольно-то как, а? О, телепортировалась. Ха-ха-ха. Телепорт сработал. Угу. Она не спит. Она не спит. Она ходит. Бродит. И все делает. И не спит. Улучшение снаряжения. Убежащих можно улучшать снаряжение. Для чего нужно перейти в меню предметов. Предметов? А как? Костюм. Улучшение снаряжения. Повышает его характеристики, но требует ресурсов. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку снаряжения и нажмите F. То есть, ну вот так, F. Ну давай, у меня что есть. Я сделала обычный, да? А это что такое? У меня нет акреции бича. Что такое акреция бича? Подожди. Сабля и огнежезл. Доступно улучшение. Улучшить. Призрачная пыль. С помощью призрачной пыли улучшается. Хорошо. Теперь опять акреция бича нам нужна. Как дофига. Подожди, а вот это что? Это саблю, да? Можно? А, у меня нет акреции бича. Хорошо. То есть, я огнежезл зачем-то улучшила. Сила антери. Ну, улучшить. Я не знаю, что она дает. Полупрозрачная нить. Ну, то есть, короче говоря, мы все это, да? Мы все улучшаем. Что есть улучшить? То, короче, улучшаем, да? Что это дает? Хрен его пойми. Что это дает? Просто, короче, собирай все подряд, да? И все. Быстрое перемещение, развитие. И отдых. Ага. Хорошо. Пока непонятно, как мне в это меню зайти. Но мы, я думаю, с тобой разберемся в этом. Пещера за водопадом обнаружена. О, это эти костры в этом. Как его? Как его зовут? Том Райдер, Лака Крофт. Такие же кострища. Так, игра вообще, должна я тебе сказать, долгая. Долгая игра. Что-то я нашла, смотри-ка. Долгая игра. Так, мне вообще не туда, мне туда. Вот, долгая игра. Очень много разговоров, но интересная. Поэтому мы с тобой будем ее продолжать проходить. Это я к чему? Это я к тому, что сегодня я доснимала Until Dawn. И она уже вышла. То есть, эта игра, она выходит второй после Until Dawn. Следующая будет, скорее всего, Little Night Max. Потому что что-то все ее так просили. Я думала, что ее не очень-то смотрят. А ее все так просили. Я думаю, ну ладно, хорошо. Раз просит, то окей. Вот, поэтому... Пора в New Eden. Где бы он ни находился. Нам понадобятся припасы. И деньги на самое необходимое. Мы справимся вместе. Вот, вот. Поэтому будет, скорее всего, следующий Little Night Mars. Но это такой спойлерок тем, кто смотрит Banishers. Те, кто смотрит Изгнателей. Но это тоже не факт. Это не факт. Хотела я бы поиграть лучше в Майнкрафт. Добрая игрушка такая, интересно, хорошо сделана. Вот, что же здесь могло произойти? Вот, поэтому лучше же в нее... Лучше же в нее сыграть. Это какой-то Изгнательский круг, блин. Я бы туда не заходила. Если уж собрался сделать соляной круг, хотя бы постарайтесь сделать это правильно. А что неправильного в нем? Расскажи. Расскажи, покажи. 14 сентября. Записки демонолога. 14 сентября. Прямо в мой день рождения. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с ангаром... С ангарадом решили новое... Нашли новое место. Особенное место. Пещеру, вход в которую был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощенным и неизримым была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущалась близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоявшая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Мы с ангарадом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец, приятный, но не одаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Пока я рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли десятикратно. Их хватает одной страницы. 18 сентября. Пещера обширна и опасна. Я слышал шепот в темноте. За нами наблюдают. Ни Белдон, ни Шелли ничего не слышали. По крайней мере, так они говорят. Но нечто кроется в тенях. Уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дает о себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлую ночь я заметил, что как юный Шелли наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой. Мне стало жутко. Ну, бывает такое. Не вижу тел. Может, их утащили волки? Разве ты не видишь символы на стене? Нет. Возьми меня за руку. Хочу кое-что попробовать. А ты где? А ты где? Ай-яй-яй-яй! Ты что? Ха-ха-ха! Напугала, дуреха! Что делаешь-то? Ха-ха-ха! Ты что, блин? Так нельзя! Так, что покажешь? Что покажешь, говорю тебе? О, что это благодаря измельчинским кольцам? Кольца создают связь между незримым и воплощенным. Похоже, благодаря этому я могу показывать тебе, что я вижу. Ага. Но это в диалоге нельзя. Почему? Это что, паутина из призрачных пятен? Да, я. Призрачная паутина. Нажмите «Я», чтобы убрать призрачную паутину. Прирождающий путь и скрывающий предмет. А-а-а! И она ее, кажется, соберет, да? А, не, ты знаешь, слышишь? Главное. Сколько же всего мы упустили за эти годы? Мертвые скрывают от живых больше, чем мы думаем. Это нам пригодится. Ключ от сундука оккультиста. А где сам сундук? То есть где-то здесь. Мы в зоне задания. Хорошо, ну пойдем дальше. Посмотрим дальше. А, мы уже не в зоне задания. Подожди, задание вышло или что? Или нам надо назад вернуться? Я бы не сказала, что я прям видела этот сундук. Чтобы там, не знаю, куда-то возвращаться. Но задание горит, значит, он где-то здесь. Где-то, может быть, он был, а я и не заметила. Вот типа тележка, это сундук. Нет? Подожди, тележка. А где сундук-то? И что, где? Ну это куда-то вниз. Туда я не хочу. Это что? Это лампа. Ну-ка, тап, подожди. Тап, там было развитие, хроники, дела о присутствии. Подожди, хроники. Это, в смысле, я могу прям вот это все посмотреть там потом. Карта, вот предметы, смотри. Карта, подожди. Покиньте. А, задача покинуть пещеру. В смысле? Задача покиньте пещеру, реально. Ну ладно, тогда пойдем. А, ну реально, за мной же пишется, покиньте пещеру. А я даже не увидела, я думаю, ну ладно, сундук так сундук, пойдем его искать. Нигде его не было. Тут главное идет действие, задание, так же нельзя. Потому что вот это то, что горит, эта полоса, это значит, что я в зоне задания, и мне надо тут что-то найти. То есть это как в резидентиле, или ты, короче, ходишь до этого, до конца, пока не дышишь какую-нибудь фигню. Скрытые, прячется. Скрытые призрачные объекты. Былочий призрак, Антей может поднимать вуали, видеть скрытые подсороны объекты, а также взаимодействовать с ними. Для нас с такими объектами, вошли на антеканале, появится синий ореол. Используйте кью, чтобы приключиться на Антей и вывать скрытые объекты. Я нажала. Подожди, я не на то нажала? Ву, Антэ. Ай-яй-яй, там кто-то мне показался идет. Ну, давай, убрать. А, вот и сундук, собственно, понятно. Все понятно. Открывай. И что там нашел? Призрачная пыль и восьмерик. Хорошо. Деньги у нас есть. Деньги у нас есть. Деньги не проблема для нас. Мы брачи. У нас есть восьмерики. Так, идем. Ну, проходи. Господи, какое ты коряво, а? Вот это вот в этом плане коряво. Почему надо именно подойти и нажать на Е? Почему нельзя просто подойти и он сам пролезет? Я понимаю залезть, я понимаю спрыгнуть. Ну, блин. Ну, не когда же протиснуться. Так, тут кто-то должен вылезти. Ага, нормально, изгнала. Не изгнала, падно. Сдохни! Мы можем сразиться с ними весело. И что, как? А! Для удара кулаком, который носят больше урона трупов, которые селились духи, атакуют опыты, атаки реды их восстанавливают. Ага, она вообще кулаками, смотри как. Ага. Ага, нормально. У нас получилось. Получилось, спасибо тебе. От меня не слишком много пользы. Это не так, честно. И тебе станет лучше, все станет лучше. Так, это что, призрачную пулю пройти, да? Ага, нормально. Призрачная пыль, восьмерик. То есть, мне постоянно надо на нее переключаться и что-то искать, да? То есть, типа, я пришла в новую локацию, мне надо первым делом все поискать, да? Все поискать, все посмотреть. И тогда уже искать, да? То есть, можно найти какие-либо деньги. Деньги, ресурсы, которые скрыты от потусторонних глаз. Посторонних глаз, я хотела сказать, а не потусторонних. От потусторонних, как раз таки, они и не скрыты. Так, куда нам идти? Явно не сюда. Явно не сюда, так. Подожди. Вон туда куда-то? Там надо прыгнуть? Нет, подожди-ка. Это какой-то вопросик. Что за вопросик? Подожди, а можно на Антею? Ты что-нибудь видишь, Антея? А, мне вот отсюда прыгнуть надо, да? Так, подожди-ка. Ну и? Ну и? Здравствуйте. Я оттуда спрыгнула, да? Мне сюда, что ли, идти? Я что-то уже заплутала, уже забылась, где я вылавлена. Давай, залазь. Хорошо. Кстати, прикольно то, что они сделали такие легкие механики боя. То есть, это не как Resident Evil, где на тебя из угла могут выскочить. Это именно вот, когда ты выходишь, я не знаю, наверное, как God of War, когда ты выходишь на поверхность. Ой, на поверхность говорю, на какое-то ровное место. И на этом ровном месте, а там это куда? Подожди, это куда надо? Пойдем куда не надо. Вот. А тут, получается, на ровном месте в любом случае будут враги. То есть, мы приходим, если видим ровное место, значит, там есть враги. Мне кажется, или... Я тоже почувствовала. Где? Где? Ага, нормально. Рядом что-то есть. Где же? Ага, трутовик нашли. Еще трутовик нашли. И больше нихрена. А, они что-то нашли. Что-то нашли. Так, подожди. Это кольца я забыла. Я забыла, что с ними делать, с кольцами. О, нормально, что это? Сиреневый гиацинт? Нифига себе. Вот она. А, точно, она у нас подсвечивается. Записки демонолога. Чувствую тяжесть груди. Свод пещеры нависает надо мной, подобно колосу. А на меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины. Глубины. Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом. Или что произойдет еще какой несчастный случай. Я заверил его, что я опытный, способный исследователь, как и мой отец. Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Не нравится мне, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубину. Но что-то мне противится. Что-то во мне противится этому. Не хватает одной страницы. Я заболел. Внутренности горят. Кровь сворачивается в жилах. Я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас, оккультистов. И все же я сожалею. Если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад. Повел бы их под ледяным подопадом и ушел. Похоронив пещеру в глубинах своей памяти. Пусть демонологические миазмы от наших ритуалов сведут их всех в могилу. А у них каждый раз все заканчивается черной магией. Каждый раз. Хорошо. Записки демонолога. Нам туда. Нам туда. Мы нашли все, что хотели. Так, мы это куда? Мы это обратно лезем? Комзец, он лезет, конечно, я не могу. Прям как эта Эшли из Антилдаун, которая умерла. Обидно. Так, это что такое? Это ничего такого. Это какой-то сундук. Минус один ключ от сундука оккультиста. Хорошо. Призрачный страж. Что это? Что, опять с кем-то драться? Обычно, короче, когда ты спрыгиваешь в такое большое место, это надо с кем-то драться. Так, что там мы ищем? Подожди, а что мы ищем? Ага, уже ничего не ищем, да? Это куда? Это вот мы сюда. А, это мы отсюда пришли. Все понятно. Теперь мы пошли налево. Получается, там прошли. Вот тут залезли. Все, теперь мы здесь. Теперь мы идем туда дальше. Тут у нас задание горит. Мы в задании. Нам надо покинуть пещеру. Задание замечательное. Самое. Всегда были бы такие легкие, да? Только задание звучит легко. А по факту... А, ну по факту вот уже выход. Так что и по факту это легко. Выйти тоже легко. Хорошо, мы вышли. Вы будете болтать или нет? А-а-а! Ты че, блин, дура? Ты че, блин? Нельзя же так резко появляться. Алло. Найдите следы жизни. Зачем мне их искать? Трутовик. А вот это че такое? Какие у нее тут красивые деревья. Ё-моё, ты посмотри, как красиво, а? Это у него тут так все некрасиво, а у нее красиво, блин. Так, это что такое? Мы сюда не можем пройти? Прикинь, можем. А-а! Это вот оно че. Где? Взять кожу. То есть ради кожи, да? Это все было. Ну ладно. Надеюсь, она мне очень сильно пригодится. Так, куда мы дальше идем? Тут ничего нет. Блин, каждый раз говорят, что не будем собирать ничего по дороге, никуда не будем заходить, а каждый раз приходится. Тень направляется к этому трупу. И че мне дальше? Вселение и прерывание. Тени могут селяться в трупы, чтобы помешать им атаковать и тень, прежде чем она доберется до трупа. Ага, хорошо, но я уже не успела. Ага, нормально. Ага, теперь мы бьем тень. Еще не все. То есть она сейчас это, да? Остановите тень, прежде чем она селится в труп. Так, как насчет поцелуя. Ай-яй-яй-яй, падла, падла, падла. падла стелилась не забывай про меня да я помню пути и здесь всюду киша тени не только мне да не что же произошло в валь что валь так истончилась война вторжение попытка шея не земелью извиняемых для призраков это ты вариантов мне накидала ну а не забывай про меня я против помнить что думаешь я что-то придумаешь я про тебя забыла я все помню просто тебя какой-то странный этот какой-то странный бой кулаками чист это так как-то необычно тут вроде как мы сражаемся мечом там все логично изгнание а там просто короче тупо это тупо ты кулаками машешь и все ну не знаю может они там дальше что-то по мере прокачки будет добавляться там не захотеть кольца или там супер мощный удар а может он уже есть просто его не видно я не знаю я не знаю тут есть грибы вам они нужны охотничий снаряжение возможно рядом охотничий домик ты быстро освоилась к этому еще надо привыкнуть и мне и тебе где охотничий домик где ничего не вижу не вижу охотничий снаряжение не вижу охотничий домик где они но мне туда а это куда все равно же вот хочется пройти до куда-то вот все равно есть такие закоулки хочется туда зайти блин как ни корути а ну вот тебе охотничий снаряжение да что мало ли что-то можно найти интересное куполе лесной восьмерик и кожа вот уже 30 восьмериков уже ставки повышаются так случайно дожила случайно жалоб уже норм а почему факел достает только с мечом это же нелогично наверное или наоборот логично да типа ты идешь где-то настаешь оружие сразу факел и ходишь такое забыть на тебя кто-то нападет это что такое труп какой-то нет нет это кожа вроде вместе с трупом но не факт может показалось так андея могут и другие люди узнать что со мной призрак может быть если у них есть талант или опыт что если тебя кто-нибудь увидит талант или опыт и мы не требовались изгнатели будь у них талант был как-то странно написали разработчики сценаристы будь у них таланта они бы не узнали и все зачем был то здесь так что-то мы нашли интересно что случилось с местами будет с кем лески с тенями надеюсь они ушли так переключились она же сидела там почему я здесь казалось нелогично нелогично нелогичная игра что-то призрачная пыль и восьмерик хорошо это что приговор живым как-то господи как много текста никогда не доверяйте изгнателям ибо в самом их имени таится ложь изгнатели не те кто помогает праведным и защищаться если защищает их от дьявола они не изгоняют злых духов обратно в ад о нет они прибегают к самому потаенному и гнусному колдовству вы когда-нибудь обращали внимание на то как их руки гниют от занятий темным искусом вы когда-нибудь задумывались что замерзкие символы вырезаны на кольцах которые они не снимают изгнатели не отличаются от колдунов видим и прочих слуг дьявола и они лгут праведным в лицо они не изгоняют зло они подчиняют и про обращают бессмертные души как поручи как порочные так и чистые как живые так и бессмертные своими красивыми словами они извращают божественную истину они говорят про сущность осадок призрачные пятна освобождение и слушание ложь 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 знаете что они называют приговором похищение похищение души праведного человека который они про обращают ради своих греховых греховных обрядов никогда не доверяйте изгнателям ибо всякий раз когда вы заключаете с ними с одним из них сделал сделку вы рискуете оказаться очередной жертвой приговора у которой отняли вечную душу по какой угодно причине отрывок и зови не врага у отбери уставшись господа устра устрашись господа вот так там было написано так хорошо хорошо кожу нашли нашли домик все нашли и пошли дальше да я сейчас не знаю уже пора заканчивать что мы будем делать давай мы дальше чтобы пройдем пока сохранение я не увижу чтобы точно его увидеть потому что а там пещера внизу смотри к на карте показать сверху потому что без сохранения сложно ты не знаешь когда было последнее а ну вот собственно и сохранение да вот собственно и сохранение а дальше нам куда-то туда лезть идти найти следы жизни возможно куда-то туда спуститься я не знаю но это мы с тобой узнаем уже в следующей серии а на сегодня заканчиваем если тебе понравилось видео ставь лайк пиши комментарии скидываю своим друзьям до к нам даже понравится а также подписывайся на мой канал и ставь колокольчик чтобы не пропускать новые серии видео и стримы но и всем больше спасибо за просмотр до новых встреч в этой и других игрушечках всем пока пока до новых встреч в следующей серии